Еще чуть-чуть и скоро лето. А ваше декольте готово к открытым, откровенным нарядам? Многие женщины почему-то не уделяют должного внимания шее и области декольте. Когда новые знакомые спрашивают меня, лукаво улыбаясь, замороженная ботоксом улыбкой, угадая, сколько мне лет, я первым делом смотрю, конечно, не на лицо, а я смотрю на шею, область декольте и руки. Потому что очень часто этим частям тела женщины не уделяют особого внимания. И в итоге эти части тела показывают реальный возраст женщины. Но мы же с вами более умные и знаем, что за этими частями тела тоже нужен уход. И в этом видео я проведу обзор тайских средств по уходу за шеей и области декольте. В прошлом месяце мое видео с самомассажем груди набрало 5 миллионов просмотров. Это еще раз говорит о том, что грудь двигатель прогресса. И в наших силах повлиять на вид, форму, а также размер груди. Многие скажут, да нет, так не бывает. Грудь можно увеличить только с помощью имплантов. Это все сказки. Но в некоторых случаях, конечно, то, о чем я буду говорить, это не сработает. Потому что размер груди это генетический фактор. И если у вас в роду ни у кого не было пышной, красивой груди, то никакие кремы, добавки и прочие вещи вам не помогут. Но если у вас в роду практически у всех женщин большая красивая грудь, а у вас что-то не так, здесь уже можно что-то исправить. Также средства для улучшения формы груди помогут тем женщинам, у которых в молодости была роскошная, красивая, упругая грудь. А после кормления, после родов, после беременности и после климакса она начала вздуваться, угасать, увядать. И в этом случае наши средства вам могут помочь. Давайте начнем с тех средств, которые пьются внутрь. Две травки китайские, которые помогают улучшать форму бюста, это пуэрария мерифика и куркума яванская. Более выраженным эффектом обладает пуэрария мерифика. Этот корешок стимулирует выработку эстрогена. И в некоторых случаях это нежелательный эффект. Первый раз, когда я пила эти капсулы, мне таки я была туристкой, мне продали эти капсулы как женские витамины. И я начала их пить. И закончилось все тем, что мне пришлось откачивать кисту в груди. Если у вас в теле хоть где-нибудь есть какое-то новое образование, ни в коем случае нельзя пить пуэрарию мерифику. У меня была небольшая киста в груди. И под воздействием этих фитоэстрогенов она выросла в достаточно большую кисту, которая была до 5 см размером. И мне пришлось ее выкачивать. После этого я долго эти капсулы не пила. Сейчас я к ним опять вернулась. Расскажу чуть позже почему. Второй же корешочек по-тайски он называется ванчак мод лук. Или куркума яванская. Один из видов куркумы яванская. Еще по-другому травка называется куркума ксантархиза. Если у вас есть кисты, но вы все-таки хотите увеличить грудь, я рекомендую сначала пропить куркуму яванскую. Она не даст вам сразу большой размер груди. Но этот корешок поможет вам уменьшить кисты, которые у вас есть в груди. Также этот корешок он подтянет кожу, сделает грудь более упругой, более красивой формы. Если у вас когда-то в груди была киста, и вы боитесь, что крем на основе пурарии мерифики может спровоцировать возвращение этой кисты, пропить сначала куркуму яванскую, а потом вместе с куркумой яванской начните использовать волшебные кремики, которые улучшают форму и могут даже увеличить размер груди. Для наружного применения у нас в ассортименте есть три крема. Первый крем – это крем, который ухаживает за кожей, шеей, областью декольте и грудью, тоже с экстрактом пурарии мерифики, и два крема, которые рассчитаны для увлечения груди, улучшения ее формы, улучшения стояния кожи на груди. Начну я с гиры, который улучшает общий вид шеи и области декольте. Вот так вот выглядит пузыречек. Он имеет очень легкую консистенцию, как водичка. Он очень легок в использовании, практически мгновенно впитывается, не оставляя ни липкости, ни ощущения жирности, и практически не виден на коже. Но при использовании этого геля уже через месяц вы увидите, что кожа шеи подтянулась, складки в области декольте разгладились, и также, если вы будете наносить не только на шею и область декольте, но еще и на грудь, вы увидите то, что грудь тоже подтянулась и приобрела более красивую форму и стала более плотной, более приятной на ощупь и на вид. Перед использованием крема, чтобы усилить эффект, можно использовать мыло. Здесь вот я делала сегодня видеообзор этого мыла, поэтому я сняла этикетку. Вот так вот выглядит кусочек мыла, у него такой травяной запах. И это мыло называется массажным мылом. Почему? Потому что это мыло используется не как обычное мыло, а у него более расширенный способ применения. Правильно используем это мыло, это когда вы его мочите и намыливаете мылом грудь, оставляете пену на груди и делаете легкий массаж. Массажное движение, как правильно делать массаж груди, вы можете посмотреть видео, ссылка будет оставлена внизу в комментариях. Вот. И в течение пяти минут вы можете просто оставить это мыло или же сделать массаж в течение пяти минут, чтобы улучшить кровообращение, чтобы улучшить проницаемость мыла. И после пяти минут, после того, как уже травки, которые находятся в стаде этого мыла, они уже выполнили свою работу, вы можете смыть это мыло и приступить к нанесению крема. Вот этот вот крем Биоанна, вот здесь вот картиночка, да, до и после. Вот этот вот крем, он идет в комплекте с мылом, то есть покупая этот крем, вы сразу получаете мыло, которое можно точно так же использовать. У него в составе также содержится экстракт пуэрарии минифики. Его можно использовать точно так же, как вот эта зелененькая мылка. Здесь у него такая вот форма. Точно так же намыливаете. Минут пять держите, массируя грудь. И уже после того, как вы смоете мыло, можно приступать к нанесению крема. Этот крем имеет достаточно густую консистенцию. Такой немножко у него, как малиновый запах, малиновый клубничный. Вот, вот этот крем, он идет, и если вы не рожали, у вас небольшая грудь для улечения груди, и если вам уже за 40, и вы хотите вернуть красоту своего бюста и улучшить размер. А вот этот второй крем, он больше подходит для восстановления после родов. Он не столько дает объем, сколько улучшает форму и структуру груди. Вот такой вот кремик. Хотела на руке показать, ладно. То есть он наносится на грудь. Делается легкий массаж по массажным линиям. Он очень быстро высыхает, то есть он не липкий, он быстро впитывается. Если вот нанести, у него очень маленький расход, то есть ни капли, ни большой крема хватит в целом, чтобы нанести крем на обе молочных железы. То есть он быстро и легко впитывается. Обычно не вызывает раздражение. Даже я с своей гиперчувствительной кожей, у меня он ни разу не вызывал раздражение. Время-тремя я им пользуюсь. Сейчас вот я активно худею, я уже сбросила 3 кг. Обычно, когда мы худеем, первое уходит в грудь. Вот я не хочу, чтобы моя грудь куда-то от меня ушла, но меня вполне устраивает. Поэтому я сейчас вот как раз открыла, сделала распаковку кремов, эти кремы я использую. Второй крем, как раз о котором я говорила, здесь получается 60 мл, а здесь у нас 100 г. То есть здесь получается, что в этом креме, они стоят примерно одинаково, но у этого крема у него больше объем. Но он рекомендуется больше как раз таки, то есть если это идет для увеличения, то это идет для питания и подтяжки груди. Вот тоже такая консистенция, они похожи по цвету. Здесь у этого крема менее насыщенный аромат, но они очень похожи по консистенции. То есть он тоже очень быстро впитывается. У него тоже очень маленький расход, что одной капли хватает, чтобы нанести полностью на всю грудь. Этот крем можно носить на молочные железы, также на область декольте. Он также будет подтягивать, омолаживать, и вы получите полностью все действия фитоэстрогена. На этом, пожалуй, все. Теперь вы знаете, как сделать свое декольте более аппетитным, а в следующем видео я расскажу вам о том, как ухаживать за более интимными женскими частями тела. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить всего самого интересного.